Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в новостях медицины со мной с профессором Качёвой. И сегодня у нас очень интересное обсуждение вместе с моим постоянным партнером в новостях Ксенией Алексеевной Яруслановой. Добрый день, Ксения Алексеевна. Добрый день, Ольга Николаевна. Добрый день, уважаемые слушатели. И сегодня у нас очень интересное обсуждение. Оно посвящено проблемам пульмонологии, новостям в пульмонологии. И забегая вперед, хочу сказать, что новости сегодня особенные. Давайте сразу начнем, потому что мы будем говорить о препаратах, новых препаратах, которые появляются в лечении пациентов с хроническими заболеваниями легких, прежде всего с хронической обструктивной болезнью легких, и об очень неожиданных ходах, потому что мы продолжаем открывать новые возможности препаратов, которые влияют на углеводные обмены, используются в комплексном лечении сахарного диабета. Мы открываем все новые и новые возможности этих препаратов. И вот этот всплеск интереса со стороны кардиологов к этим препаратам, он продолжается. И возникает новая волна, а именно использование этих препаратов в пульмонологии. И вот один из этих препаратов, о которых мы хотели бы поговорить, это препарат терзепатит, который, как оказалось, уменьшает проблемы с дыханием у пациентов с обструктивным апноэ сна. То есть это не хроническая обструктивная болезнь легких, это другая проблема, но тоже проблема, которая связана с нарушением дыхания. В чем здесь новость, Ксения Алексеевна? Ну, это скорее не новость, это скорее всего дополнительный эффект. Абструктивная апноэ сна всегда была на стыке между пульмонологами, сомнологами, кардиологами и эндокринологами. Две причины и лор-врачами, потому что две основные причины. Это либо какие-то анатомические структурные изменения ротоглотки носовых путей, которые могут привести к абструкции во время сна. И тогда хорошо помогают именно лор-врачи. И второе, это люди с избыточной массой тела с ожирением. Вот другое название этого синдрома, синдром Пиквика, который был описан в Пиквирский клуб у Диккенса. И как бы один из основных сначала методов лечения, это была нормализация и снижение массы тела, что это зачастую бывает достаточно трудно достичь. И вот терезапатит было показано, что да, он снижает массу тела. И вот это как раз группа с пациентами, у которых была абструктивная апноэ сна. И помимо этого отметилось, что у них происходит нормализация сна, нормализация параметров, снижается вот эта частота гипоксии, пауз дыхания во время сна, снижается систолическое артериальное давление. То, о чем всегда мы говорим у пациентов с абструктивной апноэ сна, что это патологические круги, которые приводят к повышению артериального давления, что необходимо контролировать. И помимо этого снижается уровень высокочувствительного цели активного белка, то есть снижается уровень воспаления. И здесь можно поразмышлять о том, что как бы в будущем мы влияем на снижение риска сетчистососудистых событий, где в основе также лежит воспаление, а возможно и деменции. И наверное вот результаты этого исследования очень логичны, потому что снижение веса мы и раньше знали, что это уменьшает проявление абструктивного апноэ сна. Но вот следующая публикация, она уже более такая неожиданная, я бы сказала, результат следующего исследования более неожиданным, потому что здесь речь идет уже о совершенно новом механизме препарата, используемого для лечения сахарного диабета, причем не совсем понятного механизма. Давайте посмотрим на эту публикацию. Это небольшое еще пока исследование, всего 37 участников было включено в это исследование, использовался ДАПА Глифлазинка, представитель класса натрия глюкозного кодроспоптера второго типа ингибитора. И оценивалась именно емодинамика в малом круге кровообращения, давление в легочной артерии, сопротивляемость, жесткость в легочной артерии, давление в правом желудочке, давление заклинивания. Вот эти вот все параметры, которые обычно используются для оценки именно малого круга кровообращения, зачастую наиболее часто у пациентов в первую очередь в легочной гипертензии. И было показано, что на фоне приема препарата, в принципе, вот эти параметры не менялись в состоянии покоя у пациентов. Однако также у них оценивалось изменение вот этих параметров на высоте физических нагрузок. Уже было показано, что у пациента в первую очередь с ХСН сохраненной фракцией выброса происходит неправильная реакция малого круга кровообращения на физические нагрузки. И вот здесь было показано, что дапоглифлозин нормализует вот эти параметры именно при физической нагрузке, не давая им выходить за рамки допустимого. И авторы считают, что это возможно описание одной из причин, почему дапоглифлозин так хорошо действует при ХСН сохраненной фракции выброса. Но, с другой стороны, за счет чего он достигает вот этого эффекта, пока до сих пор остается не очень понятным. Итак, я думаю, что мы разберемся еще с механизмами действия дапоглифлозина в будущем. И, вероятно, здесь есть какие-то новые стороны действия этого препарата. Двигаемся дальше. Публикация, о которой мы сейчас будем говорить, это изучение нового класса препаратов. Это ингибиторы фосфодиэстеразы 3 и 4, которые используются в виде ингаляции для лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких. И интересно то, что эти препараты уже зарегистрированы. Да, Ксения Алексеевна, они уже зарегистрированы, их уже можно использовать, они уже доказали свою эффективность. И уже входят, вероятно, в клинические рекомендации эти препараты. Нет, вот это вот как раз и проблема, которая описывается в этой публикации, что препарат зарегистрирован, ну, проведены клинические испытания в 2023 году. Фактически на рубеже 2023-2024 года он получает регистрацию в достаточно большом количестве стран и достаточно развитых стран экономически. Но вот по заявлению компании за полгода, как он прошел все регистрации, назначен всего 3000 пациентов по всему миру. И это достаточно небольшой процент пациентов с Хобл во всем мире и с учетом того, что регистрацию в первую очередь препарат проходил в достаточно развитых и экономически благополучных странах. И авторы как раз говорят о том, что одна из причин, то, что, например, КОЛД до сих пор, это ведущие клинические рекомендации по Хобл, так и не включили препарат. Хотя он показал свою эффективность при лечении пациентов с... Вот проблема не включения здесь, Ксения Алексеевна, состоит в чем? Препарат эффективен, не включен он, потому что он очень дорог, да? Относительно, да. Относительно современных небулайзеров его стоимость дороже. И здесь поднимается просто вопрос о доступности. И вот поднимается вопрос о том, фактически нужно ли нам включать в клинические рекомендации эффективные препараты, но недоступные для массового использования. Для массового использования тоже хороший вопрос, потому что КОЛД еще это рекомендации, которые в основном без каких-либо изменений используют большинство стран мира. Это как бы глобальная вот эта инициатива по бронхолёвочным заболеваниям. И вопрос очень такой этичный, насколько это правомерно включать и в ГОЛД, особенно когда они используются в странах третьего мира, где это фактически будет недоступным препаратам. Это такой этический вопрос. Да, с другой стороны мы ограничиваем пациентов в получении современных лекарственных препаратов. И во многих странах есть такие системы страхового финансирования, когда страховая компания платит за этот препарат. То есть как бы есть, если их нет в клинических рекомендациях, страховая компания скажет, что я не буду его оплачивать, хотя возможно их доступность возросла. Да, то есть здесь такой замкнутый круг. Если их массово не получают, производство становится более дорогим, потому что производят эксклюзивное количество препарата. И пока массово его не используют, массово не производят, цена на него не снижается. Такой замкнутый круг. Достаточно сложный вопрос, я думаю, мы сегодня на него не ответим. Но тем не менее, существуют дополнительные классы, очень эффективные, по-видимому, очень удобные применения. Но, к сожалению, недоступные пока для широкого использования в лечении хронической обструктивной болезни легких. Двигаемся дальше. Мне кажется, для памяти не должно быть ограничением к созданию новых классов препаратов. Главное, чтобы так не получилось. Ну, вообще, да, еще один аспект, вы абсолютно правы, потому что вообще стратегически медицина будет удорожаться год от года. Потому что мы внедряем такие технологии. Лечение становится все более таргетное. Все более такие выбираются точные мишени для ваше действия. Все более высокие технологии используют. И поэтому, конечно, логично, что лекарственные препараты новые, они будут дорогими. И вообще медицина будет более дорогой, потому что она будет более высокого уровня. Ну, конечно, и поэтому стимулировать нужно, безусловно, открытие новых лекарств, производство новых лекарств. И вот здесь вот один из барьеров обсуждается. Да. Ну, вот интересно тоже публикацию, которую вы сейчас приводите. Мы очень много говорим о микробиоте. И в основном говорим о микробиоте кишечника. Хотя понимаем, что существуют и другие сообщества микроорганизмов, которые проживают и в ротоглотке, и на коже, и так далее. И вот здесь речь идет о ингаляции лактобактериями, как о новом абсолютно подходе к профилактике, скорее, заболеваний бронхолегочной системы. Очень интересная публикация. Давайте ее обсудим. Да, это очень большая работа была опубликована в НЭЙЧе. Изначально авторы занялись вопросом, есть такое заболевание бронхопульмональная дисплазия. Это у новорожденных недоношенных детей недоразвитие бронхолегочной ткани, которое приводит в последующем зачастую к развитию хобл у этих людей уже во взрослом возрасте, достаточно раннему хоблу. И одна из причин, которая там описывается, то, что мы всегда рождаемся стерильными, и вот эта вот микрофлора, она запаздывает в своем появлении у новорожденного недоношенного ребенка, особенно когда их помещают вот в эти кюветы, которые направлены на то, чтобы он ничем не инфицировался, но в том числе он и не инфицируется и полезной микрофлорой. И они предположили, что лактобациллы, которые составляют основу нашей микрофлоры сопрофитной, могут воздействовать через так называемый путь, это АЦПГП, он же называется ацетилированный пролиноглицин, пролиновый путь, который может индуцировать развитие нитрофильного воспаления. И они на каскаде экспериментов, начиная с муриновых моделей, то есть это вот модели рыб, и заканчивая моделями на животных, показали, что внедрение лактобацилл с помощью ингаляции позволяет снизить уровень воспаления, они снижают уровень вот этого метилпротеиназа-9, который воздействует вот на этот путь пролин, рецинпролин, и тем самым уменьшается нитрофильное воспаление. Тем самым у этих детей уменьшается проявление вот этой бронхолегочной дисплазии, и помимо этого они экспериментировали на мышах с моделью Хоббл. Я, кстати, узнала, как у мышей провоцируется Хоббл, их помещают в помещение, где накорено от сигаретного дыма. И за счет этого у мышей достаточно быстро развивается хроническая обструктивная болезнь легких. И вот на этих мышах с развившейся у них Хоббл им также давались ингаляции лактобациллами, и у них уменьшалось проявление Хоббл, уменьшалось проявление одышки у этих мышей. Поэтому, в принципе, это авторы считают потенциальная таргетная терапия как для новорожденных детей, так и для взрослых. Потому что то же самое иногда у нас же есть факторы риска Хоббл, и плохая окружающая среда, никотиновый дым, они как раз снижают количество полезных для бронхолегочной системы сапрофитных бактерий, в первую очередь лактобацилл. Если мы повышаем их уровень, тем самым мы подавляем вот это воспаление и уменьшаем повреждения легочной ткани. Но опыты на человеке пока только подаются в Clinical Trials. Авторы сказали, что они будут пробовать проводить пилотные исследования. Вообще выглядит это очень интересным и очень логичным. Таким действительно подходом с точки зрения влияния на сам процесс развития болезни на максимально ранних этапах. Вот такая вот трансляционная медицина, можно сказать. Механизм, который они предполагали, он подтвердился, и в принципе это потенциально лекарственное средство. Да, я думаю, что это очень, что-то мне подсказывает, что это очень перспективное направление. Двигаемся дальше. Следующая публикация посвящена физическим упражнениям при хроническом обструктивном бронхите и хронической обструктивной болезни легких. И здесь, наверное, подтверждение того, о чем мы все время говорим, а мы рекомендуем различные виды физических упражнений людям разного возраста и для профилактики развития хронической обструктивной болезни легких и для лечения хронической обструктивной болезни легких. И вообще для того, чтобы замедлить процесс старения физические упражнения, это основа, это база антивозрастной медицины. Есть очень интересные публикации, две буквально самые недавние. Это большие систематические анализы, которые демонстрируют эффект известный, мне кажется, комплекс упражнений. Как я понимаю, Ксения Алексеевна, вы сказали, что это для многих людей используется. Да, такая более физически тяжелая, более физически тяжелая вариант. Ну, да, он обычно более молодых. Это два системных обзора, которые были опубликованы в Nature Science Respiratory, их журнале. И первый посвящен так называемой Mind Body Exercise, то есть разум и тело, упражнения, которым относятся тайчи и йога. А второй, вот как раз комплексу упражнений Бадуа Джин. Тоже китайская гимнастика, тоже чем-то похожа на тайчи статику, но чаще она идет для более молодых людей. И вот здесь показано, оба метаанализа показали, что физические упражнения вот такого типа, они и нормализуют параметры функции внешнего дыхания у пациентов с хоббл, увеличивают дистанцию шестиминутной ходьбы у этих пациентов, поэтому должны быть рекомендованы. И вот из трех видов я использовала только йогу, в моем опыте есть. И йога всегда направлена на синхронизацию дыхания, физического и движения. То есть, возможно, как раз вот это вот дыхание, упражнения на дыхание, они как раз работают вот в этом сочетании с работой мышц. Да, и действительно, вот мы неоднократно убеждались, что этот коэкс физических упражнений, он очень эффективен. И для психоэмоциональной сферы, и для физической, и для когнитивной сферы. Поэтому мы рекомендуем, и вот эти упражнения, они являются дополнительным обоснованием для этих рекомендаций. Ксения Алексеевна, большое вам спасибо за подбор интересных публикаций. Я надеюсь, что мы не последний раз говорим о проблемах пульмонологии, потому что вообще мы не очень часто об этом говорим. Достаточно редко у нас, мы обсуждаем публикации, посвященные проблемам пульмонологии. Но вообще, действительно, это очень интересно. Давайте продолжим этот опыт. Большое вам спасибо, уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»